Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике мы будем создавать многоразовую розетку. Видео рассчитано на тех, кто смотрел прошлый урок по созданию простой розетки. Начинаем! В качестве гнезда используем проб с этих модель. Далее располагаем именной фильтр, в котором просто укажем имя штепселя. Вместо триггер телепорта и инфо-таргет мы будем использовать другие энтити. Первое это Point Teleport, точка, в которую можно переносить предметы. Укажем имя штепселя. Теперь создаем внутри гнезда триггер мультиплай. Указываем именной фильтр. Во флажках ставим Everything. Пишем Outputs команды. При контакте с вилкой телепортировать ее в нужное место. Отключить у вилки физику, чтобы штепсель не падал на пол. Включить свет. Включить искру. А вот важно, при контакте с триггером он сам себя должен отключить. Делаем паузу и закрываем окошко. Создаем Logic Relay, который будет служить триггером по команде. А именно, когда игрок будет вытаскивать штепсель из розетки. Outputs. Когда штепсель вытаскивают, пустить искру. Отключить свет. И включить через полсекунды триггер мультиплай. Это почти все, не переживайте. Снова возвращаемся к триггеру в гнезде. Пишем последний Output. Активатор. Триггер будет обращаться к штепселю. Это Output. Добавить новый Output. Вилки. OnFistGunPickUp. Команда, когда игрок берет в руки вилку. RelayRow это имя нашего Logic Relay. Перед и после слова триггер ставим двоеточие. Это важно. Потом еще двоеточие и цифра 0. Это время, через которое будет срабатывать триггер. И закрываем двоеточие. Все. Розетка готова. Боюсь, что что-то могло прозвучать слишком сложно, не ясно. Поэтому карту пример я приложу к видео. Ну а вы ставьте палец вверх. И удачи там отдачи. Субтитры сделал DimaTorzok